Кермак открыл счет в середине первого отрезка. Бывшему игроку Тороса Артуру Гендулину не помешало обороны хозяев, и он с пятака отправил шайбу в ворота Андрея Кореева. На то, чтобы сравнять счет, Торосу понадобилось полтора периода. Только в начале третьего отрезка Артем Чернов сумел установить паритет. Помог ему в этом Евгений Шакуров. А второй гол нефтекамцев получился неожиданным. За 10 минут до третьей сирены, когда хозяева площадки играли в меньшинстве, Егор Дубровский отдал пас на Эдуарда Гематова. Он умчался 1-0 и не оставил шансов голкиперу гостей. Итоговый счет 2-1. Молодцы ребята, проявили волю к победе, проигрывали 0-1. Имели, конечно, преимущество, но с реализацией сегодня страдало. Пока не знаем, с чем связано. Вообще в домашней серии забили мало голов, потому что неплохо сыграли в обороне, но с реализацией пока на сегодняшний день есть проблемы. Работаем и будем работать. Я так думаю, что поправим это дело. Торос по-прежнему на третьем месте. Впереди выездные матчи. Первый пройдет 25 января с Тюменским Рубином, которые занимают четвертую строку турнирной таблицы. Редактор субтитров А.Семкин